Цыганский лагерь в пригороде Леона, Сан-Приесте. Здесь проживают не более 180 человек. Бытовые условия практически отсутствуют, однако обитатели лагеря считают его своим домом. Правда, временным. Выселение может состояться в любой момент. Со среды в лагере активно обсуждаются решения французского правительства расширить возможности по легализации и трудоустройству представителей цыганской общины. Короткий опрос показал, особого энтузиазма у местных жителей это решение не вызывает. Почему? Власти поставили во главу угла вопрос, который не был приоритетен, возможность получить работу. А вот о других аспектах жизни они ничего не говорят. Точнее, говорят, что будут закрывать наши лагеря. Почему вы хотите нас выгнать? Вы и полиция. Они хотят нас выдворить отсюда. Мы из Румынии. Там у нас не было ни работы, ни еды. Было очень трудно. В нескольких километрах от санприезда еще один палаточный городок. Здесь остановились около 50 цыган, выселенных ранее из социального жилья в Лионе. Когда мы обещаем дать этим людям работу, предварительно лишив их жилья, мы движемся назад. Я с трудом представляю, как мы подходим вот к этим несчастным, живущим в прямом смысле слова, на улице и говорим «Идите работать». Упростить трудоустройство цыган – мера, которую поддерживают власти ЕС. Однако немало правозащитников видят в этом жесте французского кабинета попытку дистанцироваться от глобального решения проблем цыганской общины. Тем более, что Париж пообещал продолжить борьбу с незаконными поселениями. Итог – растущее число тех, кто разбивает импровизированные поселения прямо в парках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...